Буми пустая, на каменном мосту идёт попытка прорыва. Ну вот это то, что они хотели сделать четвёртую матку. Да, конечно, красивая ситуация. Ну там же, наверное, есть вторая линия тоже. Начался винтаж. Ой, блин. Сейчас главное, что крою. Сейчас вообще, мне кажется, больше ни о чем не надо говорить, кроме о том, что дай бог, чтобы не было никаких же... Марат, а что сейчас делать людям в шлемах, если на них прёт толпа? Они её пытаются, они не работают пока по-жёсткому, они пытаются её удержать. Ну я не знаю, я надеюсь, там хотя бы ещё две таких же линии сзади стоит. Если такая ситуация, пропустить. Дайте общий план, если есть возможность. Они прорвали кольцо. Прорвали кольцо и идут на Кремль. Сейчас сколько адреналина. А? Сколько адреналина. Ну ты представляешь, как у каждого кипит. Наша картинка идёт по каналу Russia Today. ОМОН пытается рассекать. Ну постепенно вяжут. Ну вяжут, конечно. Наши корреспонденты передают, что площадь перед трибуной на Болотной пуста. Митинг там так и не состоялся. В общем, вся цель. Вот картинка маленькая в углу скайпа. Пустая площадь. То есть основная цель митинга была стояние на Каменном мосту и прорыв. Стояние на Каменном мосту и прорыв. Минаев Лайф в прямом эфире продолжает показывать ситуацию на Большом Каменном мосту. Дайте общий план, если этого не сложно. Чтобы понять, кто где остался. То есть они легко восстановили, да, отцепление. Милицейское оцепление восстановлено на данный момент. Но какая-то часть уже стоит за кольцом. Ну вот сейчас их с наиболее активных начнут винтить просто. То есть это активная часть, которая прорвалась. Площадь пустая. С хвоста колонны тоже народ отошел. Горят фаера. Ну понятно. Ой, 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 ой. После этого они будут фаера пошли. То есть после этого они будут говорить про мирные протесты. Марат, ну вот это то, чего я боялся 4 марта. Мой папа недавно на их... А? Мой папа недавно выступал на их в Москве. Он очень критично, предельно критично относится к Путину. Но при этом ему сказали, спросили, какие опасности. Он говорит, первая опасность это революция. Вторая опасность это власть навсегда. Это? Власть навсегда. Ну как бы... А есть там правильные? А первая революция? Нет. Дело в том, что еще раз говорю. При том, что то, что сейчас происходит, ну это неправильно, плохо и так далее, и так далее. Все, что надо иметь в виду, что вину за это несут не только удальцов и... Любовусловно. Ребят, попытайтесь с гудком связаться и выяснить, кто за огни там, кто кинуть. Кидает фаера и вообще... Я, значит, я как-то от этого оторвался. У нас там, ну у нас белые ночи в Перми, весь июнь. Я, значит, сидел сейчас неделю разбирался с художественными проектами, с фестивалем. Ну счастье. Марат, ну вот ты приехал на перформанс. Приехал в Москву, да, да. Ну, видишь, отличается пространство жеста. Ребят, как только наши корреспонденты выходят сразу и без меня в эфир. Давай, Клепикова, в эфир. Зашли какую-то херню, которая выучили, где-то пасло. Народ сразу начал оттуда уходить. Вот сейчас какая-то потасовка. Либо сментальная, либо вообще... Убежали все эти анархисты. Ребят, дайте команду всем нашим журналистам, покинуть первую линию. И между сментами, минут пять, а это... Началась дикая тавка из-за этой сидячей забастовки. Оп, сейчас обратно. Оп, оп, чего-то обратно. Чего-то обратно, не знаю, что показывать. Алло. Петь, уводи людей оттуда. Уводи людей из первой линии, потому что никакая журналистика не стоит того, чтобы наших людей там затоптали. Да, Андрей. Андрей Журанков у нас на прямой связи с нами. Андрей, что ты видишь? Сынок, я нахожусь как раз в первом ряду, который променял первую цепь. Была давка, люди, реально, много тысяч человек. Была возможность, чтобы детей затоптали, но очень быстро. Когда подняли, по порядку пяти-восьми человеках, подняли семи, со скоростью по ним пошел. Пограмили первую цепь, и сейчас там он здесь, что это в пятерых. Они организуются по пять человек, кто-то играет в салфе, выхватывают по одному. Двое крутят, двое отбивают защищающих, и они по одному расстаткивают. Как они выбирают, я не знаю, по какому принципу. То есть такое ощущение, что все-таки какая-то красивая работа была проведена, потому что они по какому-то принципу это делают. Я вот стою сейчас в самом центре, и у меня промыл этот легенд, куда-то отцепление, за милическое отцепление. В принципе, я могу тоже посмотреть.